Подобные санкции коснутся всех. И, к сожалению, это не только речь будет идти о политиках, о деятелях культуры. Санкции коснутся и простых людей. Могут быть и затруднения с пребыванием за границей. И более того, сама шумиха вокруг этих санкций, она и на Западе в одних странах вызывает недоумение, а в других вызывает, в общем, уже довольно подозрительное отношение к россиянам, такое недоверчивое. Конечно, не хочется, чтобы нас воспринимали как некий источник агрессии или опасности. И, безусловно, санкции – это очень плохое дело относительно вообще страны. Многие закидывают шапками эту ситуацию, говорят, да ну санкции, они сами себе больше там вредят и так далее. Это нельзя сводить к риторике на уровне приматов в зоопарке. Подобные санкции, они очень влияют на имидж страны, на восприятие страны простыми рядовыми гражданами. Тех стран Евросоюза, которые присоединены так или иначе к этим санкциям. Поэтому это наша позиция в мире, это наше пребывание в этом мире. Но, опять же, отмена этих санкций и какие-то дипломатические сближения впоследствии, они будут зависеть ровным счетом от того, насколько цивилизованно захочет весь мир, не только Россия, урегулировать украинский кризис, который сегодня является камнем преткновения. Так что недооценивать санкции нельзя, но нужно с глубоким пониманием отнестись к причине и к тому, как обращаться с этими санкциями.